Район Верхней Лысой Горы все больше застраивается. И за последние полгода здесь вырос еще один многоквартирный дом. Настройки в день проверки не души. В изобилии только грязь. Мэр Сочи потребовал проверить объект с пристрастием. Если найдутся хоть малейшие нарушения, здание будет непременно снесено. Кто за этим следить будет? Анатолий Николаевич. Здесь выдавали всего лишь 250 квадратов. Почему она хоть находится у нас в судах, либо нет? В общей сложности таких недостроев с сомнительной законности проверяющие насчитали около десятка. Узаконить их через суд уже не получится, подчеркнул Анатолий Пахомов. Идти на компромисс власти Сочи не намерены. Особенно учитывая варварское отношение таких застройщиков к инфраструктуре курорта. Всего несколько месяцев назад на протяжении всей улицы был уложен новый асфальт. Это обошлось городской казне в 20 миллионов рублей. Но теперь дорога снова разбита строительной техникой и дождевыми потоками. О необходимости сооружения ливневок и дренажных систем на своих участках владельцы новых домов, судя по всему, не задумываются. На данный момент имеем здесь ситуацию с оползневым процессом, который, в первую очередь, потому что, естественно, у нас как бы нету водоотведения нормально на данной улице. Это первое. Второе, безусловно, и, наверное, одна из важных причин, это то, что здесь будет больший грузный транспорт. После прошлогоднего ремонта дорожного полотна на Пятигорской был установлен знак, запрещающий проезд грузовиков. Но оказалось, даже сами местные жители, которые жалуются в мэрию на качество асфальтового покрытия, продолжают ездить здесь на грузовиках. Одного из таких, который направлялся домой на КамАЗе, долго ждать не пришлось. Почему по этим дорогам нельзя грузовым ездить? Ну нельзя, иди сюда. А теперь садись с ним, садись. И в ГАИ его быстро. К улице Пятигорской, несмотря на частые визиты сюда Анатолия Пахомова в прошлом году, претензий по-прежнему немало. Заборы и дворы местных жителей словно заброшенные. А буквально на каждом углу образовалась настоящая свалка. Так нельзя, что у нас весь город идет в одну сторону, а есть два микрорайона города, которые идут совсем в другую сторону. Естественно, что необходимо принять меры. Анатолий Пахомов поручил привести в порядок все улицы микрорайона. Но и самим жителям напомнил об ответственности. Те, из-за кого приходится вновь и вновь ремонтировать дороги, и кто выбрасывает мусор вблизи жилых домов, будут оштрафованы. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.